Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность сама складывает картину дня. В студии Владимир Гаврилов. Смотрите сегодня в программе. Реставрационный вандализм. Необходимость сохранения вот этой вот идентичности нашего города на крайне необходима. То есть мы должны все-таки подумать о том, какие плюсы для города дает вот этот вот фрагмент территории. Архитекторы вступились за исторический облик пятой детской поликлиники. Экономические мосты в Австрию. Мы рассчитываем, что и австрийские компании после того, как будут сняты ограничительные меры, и экономика начнет восстанавливаться, они также могут прийти. И мы предлагаем для этого площадки, наши природные ресурсы для реализации бизнес-проекта. Регион продолжает укреплять отношения со странами Евросоюза. Десятое юбилейное. Вы знаете, честно говоря, когда все это начиналось, мне казалось, что это абсолютно недосягаемая точка. Потому что трансплантология – это высший пилотаж хирургии. На счету ульяновских врачей 10 удачно пересаженных почек. Акт реставрационного вандализма. Непрямая цитата из петиции, подписанной ульяновскими архитекторами. Профессионалы обеспокоены тем, что долгожданный ремонт пятой детской поликлиники уничтожает исторический облик здания. Когда вопрос стоял «сносить или ремонтировать», решение спасти строение оказалось оптимальным и по срокам, и по деньгам. Но раз уж решили сохранять, почему нельзя обойтись без новодела? Аутентичность, узнаваемость, уникальность – потери, заметные беглому взгляду. На деле проблема намного глубже. Вопрос погрузилась Вера Мечерякова. Устремленный ввысь и в светлое будущее. Сталинский ампир – материальное воплощение, духа своего времени, сочетание помпезности и строгости линий классических ордеров и образов героев эпохи, спортсменов, рабочих, военных. Массивные и дорогие фасады. Столица в первой половине прошлого века примерила новый архитектурный облик. Экстерьерные перемены, пусть и в меньшем масштабе, наметились по всей стране. В нашем городе толчком к созданию квартала в сталинском ампире стало появление автозавода, эвакуированный ЗИС, городообразующий УАЗ. Строились именно малоэтажные постройки, не требующие использования сложной техники. Это было важно, поскольку техника находилась в жестком дефиците, и нужно было учитывать невысокую квалификацию самих строителей, поскольку это были не профессиональные люди, а именно, как я уже сказала, военнопленные. На одной улице стоял старый-старый дом, выстроенный еще около 300 лет тому назад. Дома в этом засвияжском квартале, конечно, значительно моложе, чем герой сказки Андерсона «Старый дом», но вполне соответствует ее рефрену «Позолото сотрется, свиная кожа остается». С течением времени и под его воздействием архитектурные элементы, характерные для послевоенной эпохи, перестают радовать глаз. Остается голый функционал, который постепенно тоже дает трещины. Старые дома уступают своей позиции под натиском молодых и дерзких новостроек. Почти как гаджеты вытесняют из обихода бумажные книги. Стильно, удобно, но атмосфера уже не та. Поликлиника – центральный элемент ансамбля вокруг площади Горького. Модернизация фасада уничтожит единообразие стиля, считают авторы петиции. Подобные соцгородки, построенные в послевоенное время при заводских комплексах и сохраненные как объекты истории и культуры в других городах России, в настоящее время являются объектами туризма. А в Ульяновске аутентичная архитектурная среда не ценится, разрушается. Отсутствие вкуса у тех людей, кто принимает решения. Оттуда проистекает то, что у нас в городе нет главного архитектора, то, что к архитекторам очень слабо прислушиваются. Мы не можем в рабочем порядке решать вопросы, приходится какие-то открытые письма писать. Проект фасада, который размещен был в СМИ, да, действительно это так, на паспорте объекта. При объезде объектов строительства, капитального ремонта, это было в начале сентября, по-моему, или в конце августа, губернатор обратил на это внимание, что нужно сохранить именно все элементы здания, которые хоть они и не являются объектом культурного наследия, но все-таки наследие советского периода. Фасад сохранит свой первозданный облик, но пример более чем показательный. К аутентичности исторических зданий в центре внимание выше. На Засвиярский квартал неумолимо наступает реновация и реконструкция. Необходимость сохранения вот этой вот идентичности нашего города, она крайне необходима. То есть мы должны все-таки подумать о том, какие плюсы для города дает вот этот вот фрагмент территории. Это очень интересная эпоха, очень интересный стиль. Теряем здание из реестра культурного наследия, что говорить о полувековых постройках в охранный перечень невнесенных. Искать компромисс советуют архитекторы. Сохранять фасад и модернизировать начинку, как пример. С административными зданиями проще. Обязательства содержать жилой объект культурного наследия падают на его собственников, что и муторно, и накладно. Вера Мещерякова, Константин Никитин, Бахтиер Салтанов, репортер 73. Ульяновская область наводит экономические мосты в Австрию, предлагая инвестиционное поле для австрийских компаний во всех сферах, начиная с добычи полезных ископаемых, заканчивая туризмом. Это прямое продолжение укрепления партнерства со странами Евросоюза, оборот с которыми стабильно растет. Только за первые полугодия он составил почти 125 миллионов долларов. Соглашение с Австрией позволит увеличить эту сумму, добавив точек соприкосновения между нашим регионом и европейскими партнерами. Первый продуктивный диалог между руководством региона и австрийской стороной состоялся в минувшем году. Ульяновская область предлагает австрийским компаниям сотрудничество в сферах машиностроения, туризма, агропромышленного комплекса, переработки полезных ископаемых, в планах построения таких же прочных связей, как с соседней Австрией Германией. Мы обсуждали это и размышляли, какие сферы Ульяновской области могут быть особенно интересны, как потенциал для инвестирования. Тем более, что Ульяновская область предлагает для этого особые условия. Для региональной экономики Австрия воспринимается не только как самостоятельная страна, но и как часть Евросоюза, на рынок которого Россия отправляет авто- и авиакомпоненты, радиофармпрепараты, древесину, строительные материалы, предмет интерьера, мебель и текстиль. Мы сегодня двигаемся по логике создания дистрибьюторского представительства. У нас уже работают такие схемы и подписаны соответствующие соглашения на территории Германии, на территории Чехии, на территории Прибалтики. И, безусловно, с нашими австрийскими коллегами мы готовы тоже подобные схемы реализовывать. Кроме экономики, обсудили возможности культурного обмена и присоединения австрийцев к нашим инфраструктурным проектам. Строительство современных горнолыжных комплексов в Ундерах и Сенгелеи. Мы рассчитываем, что и австрийские компании после того, как будут сняты ограничительные меры, и экономика начнет восстанавливаться, они также могут прийти. И мы предлагаем для этого площадки, наши природные ресурсы для реализации бизнес-проекта. В итоге стороны договорились о визите бизнес-делегации Австрийской Республики и Ульяновской области в 2021 году и участие представителей региона в заседании Российско-Австрийского делового совета, которое состоится в Вене в конце октября. В новый отопительный сезон с новой системой теплоснабжения Новоульяновск согреют две современные модульные котельные. Теплоисточники общей мощностью 50 мегаватт обеспечат бесперебойной подачей тепла весь город и объекты социальной сферы, и жилой фонд. Преимущества новоульяновских теплоисточников изучил Максим Бажанов. Больше полувека Новоульяновск согревала котельные цементного завода. Время шло, теплоисточник полностью себя изжил. С транспортировкой тепла тоже проблема. Старая теплосеть не справляется с нагрузкой. Это и стало толчком к строительству двух новых котельных. Мощность такой котельной 25 мегаватт. Это самая крупная котельная Ульяновской области. И вот такой мощности только одно из двух хватит, чтобы согреть полностью весь Новоульяновск. А это, между прочим, шесть соцобъектов и 140 жилых домов. Котельные полностью автоматизированы. Перед подачей тепловой энергии анализируют все показатели. Температура воздуха, давление, поток ветра и влажность. После рассчитывают программу подачи тепла на несколько дней вперед. Это уникальные строения. Они отвечают всем современным нормам и требованиям сегодняшней индустрии теплостроения. И самое главное, котельная управляется без операторов. Она оснащена передовыми технологиями. Программное обеспечение на базе такого, можно даже сказать, что это искусственный интеллект, который будет управлять. Стоит отметить, несмотря на сложности и дороговизну оборудования, на тарифах появление новых котельных никак не скажется. Тариф остается такой же. То есть это повлекло не увеличение тарифа, а остаться в той же категории ценовой зоны. Но уже с обустройством новых теплоисточников намного менее эффективны. Одна из двух котельных уже в работе. Транспортируют тепло социальным объектом. Один из таких – Новоульяновская первая школа. Всего за один день стены образовательного учреждения нагрелись до нормативной температуры. По всем Санпинам норма температурного режима в классах и в коридорах должна быть от 18 до 22 градусов. Сейчас у нас и в фойе уже 19 градусов, и в кабинетах тоже соответствует все норме. Новоульяновск не единственный в списке счастливчиков. Подобная котельная в этом году согреет и теренгу. Максим Бажанов, Бахтиер Салтанов, репортер 73. Работаешь на селе – можешь рассчитывать на бесплатный участок. Речь о работниках культуры, здравоохранения и образования. В регионе планируют предоставлять земельные участки работникам социальной сферы в безвозмездное пользование. Законопроект рассматривали на заседании Комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству. Екатерина Терещенкова продолжит. Обеспечить села специалистами рассчитывают в регионе благодаря новому закону. По нему работникам образования, культуры и здравоохранения будут бесплатно предоставлять земельные участки. Их можно использовать для строительства жилья или ведения подсобного хозяйства. Речь идет о земле в муниципальных образованиях, за исключением городов. Особенность законопроекта в том, что для бюджета это нулевые затраты. Важно, что по истечению срока безвозмездного пользования земельным участком специалист сможет оформить его в собственность, но при условии, что он все эти годы работал по своей профессии и землю использовал по назначению. Формирование списков будет осуществляться на муниципальном уровне, а также под ведомственными учреждениями, в которых эти специалисты будут работать. Есть в этом законе самое главное, порядка 20 страниц, перечень специалистов с разбивкой по районам, исходя из их дефицита именно этих специалистов. Еще одним законопроектом планируется ввести понятие масштабного инвестиционного проекта. Присвоят его проектам жилищного строительства. Но для этого необходимо соблюсти ряд условий. Например, за последние три года застройщик должен возвести не менее 15 тысяч квадратных метров жилья. Еще на стадии планирования законопроект обязывает строителей определить места для школ, поликлиник, почты, банков, спорт-объектов, обеспечить развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры. Иными словами, комплексное развитие жилых микрорайонов. И одно из самых важных условий – это средний уровень заработной платы работников, занятых в осуществлении этого масштабного инвестиционного проекта, должен быть с коэффициентом 1,2 к уровню средней заработной платы по Ульяновской области, то есть на 20% выше. Взамен участники масштабного инвестиционного проекта смогут получать участки под строительство на льготных условиях, без торгов, что не противоречит федеральному законодательству. Екатерина Терещенкова, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Гречка, сахар, рис и яблоки. Нет, речь пойдет не о кулинарных изысках, а скорее наоборот, о том, можно ли обойтись без этих продуктов питания. Оговоримся, дело не в дефиците. С магазинных прилавков продукты не исчезли. Экономисты отметили значительный рост цен на эту категорию товаров. В причинах разбирался Павел Петриков. Масло с базиликом. Своеобразный продукт. Он слабо общается с остальными ингредиентами многих блюд. Да его и мало кто покупает. Но зато он откровенно подмигивает хлебу на другом конце стола или той же каши из гречки. Вот последние продукты покупают все. Точнее, пока покупают. Ведь, например, та же гречневая крупа или сахар с начала года уже подорожали больше, чем на треть. Чего ждать дальше? Неужели пора затариваться продуктами впрок? Или не все так страшно? Эксперты лучше знают. Спросим у них. Основные производители гречки в стране, Алтай и Оренбург, столкнулись в этом году с серьезной засухой. Из-за этого и подскочила стоимость зерна. Но, как утверждают эксперты, цена на сырье не должна повлиять на цену конечного товара в магазине, которая как раз и остается на уровне прошлых лет. Если говорить на сегодняшний момент, у нас ситуация на продовольственном рынке ульяновской области стабильна. Более того, по итогам августа у нас вообще отмечается продовольственная дефляция, то есть индекс потребительских цен меньше 100%, он составил 99,7%. Но надо сказать, что такая продовольственная дефляция отмечается в летние месяцы ежегодно и связана с поступлением более дешевых овощей и нового урожая. Того же сахара в прошлом году был переизбыток по России. Из-за этого продавали его по сниженным ценам. То, что происходит сейчас, по мнению экспертов, не подорожание, а возврат на стандартный уровень цен. В ульяновской области и вовсе на 12 клуб социально значимых товаров цена самая низкая во всем Приволжском округе. Самые низкие цены на, вот как я уже говорил, на капусту и на морковь. На втором месте у нас по уровню цены говядина. На третьем уровне цена на яйца, куриные, муку, лук и так далее. Вот. Если говорить о том, об угрозе повышения цен, то, ну, надо сказать, что такого всеобъемлющего роста мы не прогнозируем. Цены на сырье будут зависеть от урожая и местами от других внешних факторов. А вот стоимость товара, если и будет меняться, то в основном от воли самого производителя. Конечно, это не коснется социально значимых продуктов, цены на которые регулируются на государственном уровне. В стоимости буханки хлеба не так сильно зависит именно стоимость зерна, то есть муки. То есть ложатся какие-то затраты на электроэнергию, на амортизацию оборудования, на зарплату, на аренду и так далее. И плюс это социально значимый товар, который, в принципе, так сдерживается цена. То есть если даже он подорожает на 10, 20, 30 копеек, это уже для нас изменение стоимости такое значительное. Но сейчас, наоборот, даже акции такие, как социальный хлеб, еще они дешевле продаются, при том, что зерна подорожала. Вердикт – бежать в магазин, закупаться гречкой и сахаром впрок – не нужно. Что действительно опасно, так это внезапный, искусственно созданный ажиотаж вокруг некоторых продуктов, от которого-то и случаются огромные скачки в стоимости. Павел Патриков, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Почти каждый седьмой россиянин оказался за чертой бедности. Количество граждан с доходом ниже прожиточного минимума приблизилось к 20 миллионам. По данным Росстата, во втором квартале 2020-го количество людей, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, а это, напомним, 11 468 рублей, выросло почти на полтора миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Можно ли победить бедность и что для этого необходимо? Ответы в нашей традиционной рубрике «Глаз народа». Как вы считаете, как можно победить бедность без денежья? Работать надо. Сейчас время такое, как вот я пенсионер, мне тоже пенсии вот не хватает. В основном идет коммуналка и лекарства. Обеспечить рабочие места, сельское хозяйство, открыть новые предприятия, соответственно, и сокращать людей, как это делается в нынешнее время. Только интенсивным трудом. Если трудиться будешь очень добросовестно, и за этот труд будешь получать достойную зарплату, и бедных будет меньше. Достойной зарплаты, как можно победить? Трудом и достойной зарплаты. Надо искать возможности рынка. Они есть к счастью, можно сказать. Поэтому можно победить. Наверное, заняться бизнесом, помимо работы. Почему у нас не хватает денег? Потому что люди работают, а за свою работу денег достойных не получают. То есть, если зарплату прибавить, то и бедных уменьшится. Выживаем, можно сказать, а вот так и справляемся. Нужно мышление менять у людей. Это однозначно. Мышление бедного человека, пока оно не поменяется, он никогда не станет богатым. Законы наши направлены на то, чтобы было как нужно лучше богатым в нашей стране. А о том, что народ живет не очень хорошо, как бы все привыкли, наверное, я так полагаю. И считают это нормально. Зарплаты надо платить большие. Ну, хотя бы небольшие, не то, что очень большие, но для жизни, чтобы хватало. Я думаю, что каждый ответственен за это сам в своей жизни. Надо развиваться, учиться, чего-то достигать, ставить цели, устроиться на работу. Работать надо. А что делать, если вы работаете, а денег все равно не хватает? Я на пенсию. Как вы справляетесь? У меня хорошая пенсия. Мне кажется, от правительства зависит. Если они будут помогать людям, то бедности не будет. Есть. Бедность есть. Причем такая бедность, я вам сказать не могу. У нас в грамотности, общению, целеполаганию, способности учиться. Всему надо обучать. Сергей Морозов анонсировал особую поддержку социальному предпринимательству в Ульяновской области. В регионе уже разрабатывается специальный нормативно-правовой акт, в котором четко определяется понятие социальное предпринимательство и статус предприятия, работа которого направлена на решение общественно значимых задач. Главную роль здесь сыграют женщины, уверенные эксперты бизнес-сообщества. Это весьма специфическая ниша, закрепиться в которой мужчинам весьма непросто. Не хватает гибкости мышления. Тему продолжит мой коллега Евгений Луковкин. Для тех, кто в бизнесе социальном не первый год, объяснять ничего не нужно. 80% этого рынка в регионе поделено между женщинами. Большинство из них выпускницы проекта «Мама-предприниматель». Екатерина Списивцева в бизнесе с 2009 года. Этой студии вокала занимается уже три. Идею о новом законе приняла с энтузиазма. Дополнительные меры поддержки, предусмотренные документом, это прежде всего субсидии на компенсацию части затрат по ЖКХ и ремонту помещений, пришлись бы как нельзя кстати. Я все делаю сама. Начинала с маленького кабинетика, в который можно было зайти только ко мне постоять. Вот теперь мы переехали в это помещение. Ну и планируем, конечно же, еще расшириться. Женщин в бизнесе все больше. При этом до сих пор отношение к этому двоякое. С одной стороны, общество приветствует успехи бизнес-леди, с другой порицает за излишнюю активность. Женщины – это мать и только зудят патриархальные пережитки прошлого. Позиция последних слабеет день ото дня. Позиция сильных женщин крепнет, поддержанная на региональном уровне. Важным для успеха Ульяновской области является активное включение женщин в работу во всех сферах Ульяновской области. Я говорил и сейчас еще раз повторяю. Это наш ресурс развития, который мы до конца еще в полной силе не используем. Женский бизнес и не женский. И когда-нибудь в России исчезнет это гендерное разделение чуждой экономики. Пока что так называют те сферы, в которых мужчины и бизнесмены априори проигрывают. Например, почти вся социалка. Женщины, как никто, видят вот эти прорехи рынка. Как никто знает, что нужно деткам. Как никто знает, что нужно пожилым людям. То есть женщины по своей природе более эмпатичны. Поэтому социальные бизнесы – это, конечно, женщины здесь в авангарде. Ниша обширна. От фокальных студий до института сиделок. От послеоперационной реабилитации до детских развивающих центров и многого-многого другого. Мы принимаем абсолютно всех деток. Даже мы работаем с детьми с особенностями развития. Они у нас занимаются в общих группах. То есть им это помогает социализироваться в обществе. Научиться общаться с другими детишками, со взрослыми, с педагогами. Ульяновская область внимательно относится ко всем проектам социально ориентированного бизнеса. В регионе уже действует определенный список льгот. Например, займы по сниженной ставке 5% годовых на срок до трех лет. 20 лет назад в Ульяновской области опробовали пересадку почек. По научному – трансплантацию. Дело, что называется, не пошло. Процесс приостановили, но саму идею не оставили. В мае 2018-го при поддержке столичного НИИ имени Шумакова и главного внештатного трансплантолога страны Сергея Готье состоялась первая после длительного перерыва операция на базе областного центра специализированных видов медицинской помощи. Все прошло успешно, и в августе вирусного 2020-го медики провели юбилейную, десятую по счету, пересадку. На встречу с бывшим пациентом отправилась Татьяна Домоданова. О романе впору писать роман. Проблемы с почками начались еще в детстве. Обострения сменялись ремиссиями, но плохие результаты обследований намекали на потенциально грустный финал. Два года назад ситуация дошла до критической точки. Сначала было принято решение перевести меня на диализ. Уже потом решение о трансплантации я сам принимал. Каким образом так получилось, что именно папа, то есть родственник, стал донором? Да ну как-то это даже, можно сказать, не обсуждалось, а в семье меня просто перед фактом поставили. 5 августа день Икс. Размещение в стационаре с последующей многочасовой операцией. Усиленные меры безопасности, ограниченный круг врачей, предварительно проведенные тесты на ковид и даже компьютерная томография для донора и реципиента. Вот уже прошло, получается, у нас больше месяца, полтора месяца. Сейчас как-то о пережитом что-то напоминает? Да нет, как будто не было ничего. То есть полноценная жизнь? Да. После операции Романа навестил главный врач областного центра специализированных видов медпомощи Светлана Суворова. Сегодня он у нее с обратным визитом и аккурат в день рождения доктора. Вы хорошо выглядите. Субавичем. Спасибо. Спасибо большое. Как ваши дела? Все хорошо. Да? Да. Как вам ощущения? Все нормально. По сравнению с тем? Что было? Что было, да. Да, намного лучше. Ну, вот другое качество жизни. Вы знаете, честно говоря, когда все это начиналось, мне казалось, что это абсолютно недосягаемая точка. Потому что трансплантология – это высший пилотаж хирургии. И казалось, что в маленьком регионе сложно реализовать такие сложные программы. Стартовали в мае 2018-го. А сейчас на счету врачей 10 удачно пересаженных почек. 4 родственных и 6 трупных. А было бы больше, но возник коронавирус. Мы испытываем, на самом деле, серьезные проблемы с этим. Из-за того, что не можем продлить программу. То есть другие учреждения вовлечь, как донорские базы. А так, ну и в общем, эпидобстановка. То есть самое опасное – это подтверждение здорового человека, инфекции, то есть как донора. То есть за него больше беспокоимся. Есть инициатива и понимание того, что можно попробовать реализовать в регионе пересадку печени. Доктор у нас также этой методикой владеет. Но мы не хотим, скажем так, на все заявляться одновременно. Для этого есть некоторые определенные ресурсы, в том числе материально-технические для лечебного учреждения. Но я думаю, что это, в принципе, перспектива. Трансплантация проводится бесплатно по программе ОМС в единственном лечебном заведении региона. Несмотря на все ограничения, так или иначе накладываемые пандемией, трансплантация в регионе продолжается. И здесь, в областном центре специализированных видов медицинской помощи, готовы рассмотреть кандидатов на пересадку родственной почки, а также поставить в лист ожидания трупной почки. Естественно, возникнут множественные вопросы, и на них ответят специалисты поликлиники областного центра специализированных видов медпомощи. Вы можете обратиться сюда. Адрес поликлиники улица Корюкина, 28, телефон для записи 44-32-17. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Куда бы вы ни шли, переход укажет вам безопасный путь. Водитель, пропусти пешехода. На первой полосе регионального выпуска аргументы фактов. Ой, что будет? Что стоит за разговорами о второй волне коронавируса? Кого из ульяновцев вакцинируют от ковида первыми? И почему школьников отправляют на карантин? На второй странице дети на дороге. Что с безопасностью школьных маршрутов? Судя по тому, что вместо реальных дел чиновники предпочитают отделываться отписками, многих ребят на пути за знаниями по-прежнему подстерегают опасности. Гость номера Алексей Соколов. Живописец, чьи полотна украшают частные коллекции, уверен, жизнь – это сплошная мистика. На четвертой полосе благоустройство – дело народное и круглогодичное. О том, как благодаря федеральной поддержке и умельцам-энтузиастам преображаются населенные пункты нашего края. В рубрике «Социум» Владыка раскрывает планы. О чем рассказал новый митрополит симбирский новоспасский Лонгин. И по традиции в номере программы передачи телеканала «Репортер 73», который смотрите в пакете эфирного цифрового телевидения на канале ОТР. В завершении телефон рекламного отдела 304173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 304173. И вы в эфире «Репортера 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите онлайн. Тройная W.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня.